У нас гость подъехал. Проходите, пожалуйста, в студию. Владимир Рубан, Центр освобождения пленных. Человек, который многим ребятам помог оказаться дома, быть на свободе. Здравствуйте, спасибо большое, что подъехали. Скажите, а вот сколько наших ребят оказались в плену за вот эти последние недели, за недели обострения на фронте? Известно и подтверждено, что в плену сейчас около 30 человек. Человек 20, два десятка. Это из района аэропорта. И 11 человек из района Красного партизана, из 20 батальона. Есть те, кого еще не успели обменять до Рождества? Вот все наши зрители, мы говорили об этом в программе, об этом было в прессе, все помнят об обещании, что ребята будут на свободе до Рождества. Есть те, кого не смогли поменять? Нет, у нас еще Рождество не закончилось. Судя по тому, как обмен не состоялся до конца. Сколько еще в плену? Многое, и цифры меняются постоянно. У нас сложность с тем, что мы не можем сейчас после последних боев идентифицировать пропавших без вести. Они либо под завалами, либо в плену, и там цифра гораздо выше, чем я называл. У меня очень важный вопрос. Вот мы всю эту неделю, мы в начале этой программы говорим о Донецком аэропорте, о наших ребятах, которые его защищали, киборги. Есть шанс, есть, может быть, какие-то предварительные договоренности, что их все-таки освободят, или они тоже будут в плену? Те, кого вот этим страшным парадом пленных проводили? Они будут освобождены. Необходимо предупредить родителей, которые неправильно истолковали слова главы ДНР Захарченко, Александра, о том, что все будут отданы, если родители приедут за ними. Речь шла о первых троих, которых Захарченко уже передал. Они не были киборгами, мы видели это видео, Захарченко вместе с ними выступал. Он передал их офицеру украинской армии вместе с флагом правого сектора. Все остальные будут обменены, но по списку, который предоставит Донецкая сторона, и принципиально обменены будут на ополченцы. А можно как-то понять, когда это случится? Есть какие-то хоть представления о сроках? Это будет в ближайшее время. Конкретно сказать, в связи с событиями в Волновахе, с Троллейбусом, с Мариуполем, конкретно назвать дату нереально. Владимир, а есть какая-то информация, вы, например, знаете, как обращаются с ребятами? Потому что многие боевики их, ну, абсолютно, правда, чуть ли не личными врагами считают. Все ли с ними в порядке? Как с ними обращаются? Ну, война уже зашла в ту стадию, когда навоевались, и люди понимают, когда солдаты наелись запаха крови и поняли смысл войны. Они относятся к ним как к военнопленным. У них четко статус военнопленных. Их не избивают, к ним не применяют физическое насилие. Им оказывают медицинскую помощь. Я знаю, что проведены сложные операции по ампутации конечностей на сегодняшний день донецкими врачами. И сейчас за ними ухаживают и готовят, готовят к обмену. Но этот обмен будет не всех на всех. Дай Бог, чтобы он был поскорее. Скажите, а вот заявление лидера так называемой ДНР о том, что боевики больше не будут наших ребят брать в плен. Вот это серьезно или это просто бравада? Потому что есть заявление, но есть действия, которые свидетельствуют абсолютно об обратном. Это эмоциональное заявление. Я уже могу сказать, что с мая месяца знаком с Александром Захарченко. Он очень близко переживает, эмоционально выдает то, что гибель мирных жителей. Он четко поправил себя чуть позже и сказал, мы будем менять, потому что на нашей стороне, здесь в Украине, те ополченцы, которых бы он хотел вернуть назад, они будут менять. Не будут убивать тех, которых можно взять в плен. Есть такая договоренность. Не будут менять двухсотых. Их будут отдавать. Но на сегодняшний день есть сложность с теми бойцами, которые попали под завалы аэропорта в воскресенье. Дело в том, что завалы образовались в результате мощного взрыва. Это 400 килограмм тротила. И кроме того, там растяжки. И на каждом углу в первый день, как мне сказала донецкая сторона, они сняли более 50 растяжек. А сейчас саперу сложно заниматься. А под завалами еще могут быть живые? Или, к сожалению, ребята погибшие все? С воскресенья 6 дней. Но опыт показывает до 22 дней. Люди выживают под завалами. Есть шанс, что многие в нишах остаются живыми. И у них или нет телефона, или сели аккумуляторы. Но необходимо прекратить обстрел аэропорта. Это первое условие, по которому будут разбираться завалы и доставаться тела погибших. Или будем надеяться еще живых. Спасибо огромное. У меня последний вопрос тогда. А вот ваш прогноз. Как будут дальше развиваться события? Чего ждать? Если не будет введено военное положение, не будет Украины. Я не нов в этом прогнозе. Если миллиардеры боятся потерять свое имущество при введении военного положения, они потеряют и имущество, и страну. Спасибо огромное, что были в студии. И спасибо, что ребятам помогаете. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok